всем привет меня зовут александра макарова я книжный блогер сегодня расскажу о книге которая произвела на меня большое впечатление советую читать всем людям называется на русский дневник автор джон стейнбек роберт капа в 1947 году капа и стейнбек решили поехать советский союз чтобы посмотреть как живут люди здесь и написать об этом книгу стейнбек записывал свои впечатлениях капа фотографировал капа это известный военный фотокорреспондент который был во многих точках мира на многих войнах оба они улавливали моменты советской истории фиксировали их и создали такой необыкновенный документ позднее назвал его шедевром я тоже считаю что гениальная просто книга здесь они собрали свои впечатления о таких городах как москва киев тбилиси сталинград разных деревнях разных людях совсем простых людях они не интересовались политикой идеологии они смотрели что люди едят что продается в магазинах как одеваются советские женщины как ведут себя советские мужчины о чем разговаривают люди на улицах все это они записали и написали свои эмоциональные впечатления об этом и вот из этих всех таких фрагментов состоит русский дневник незадолго до того как капа и стейнбек приехали в советский союз чертиль уже прочитал свою знаменитую фунт фултонскую речь которая стала знаком начала холодной войны уже в американских сми писали что зверская россия закидает америку бомбами что всех иностранцев хватают и тащат в тюрьмы но стейнбек отчаянный такой уже в то время очень известный писатель не побоялся и приехал в советский союз и записал такие впечатления особенно о сталинграде он пишет о том как женщина выходит из подвала разрушенного дома поправляет прическу бежит на работу или пишет о деревенских девушках которые днем работают в поле а по вечерам танцуют друг с другом потому что мужчин нет танцевать не с кем а энергия бьет ключом им хочется или мальчик который приходит на братскую могилу каждый день к своему папке и разговаривает с ним то что папка похоронен среди других солдат или девочка которая сошла с ума от бомбежек или муж женой которые строят хату строят в ливень больше времени нет остальное время они работают на полях или фронтовики которые разговаривают о войне или такая картина как советские летчики которые садят самолет и тут же бросая всех пассажиров и самолет свой бегут купаться в общем такие штрихи их очень много они очень разные они очень человечные очень показательные из них складывается картина после военной жизни в советском союзе самое главное что в этой книге есть это такое сострадание такое человеческое отношение и правда прямота с которой пишет стендбек а капа фиксирует вот здесь в этой книге очень много фотографий если вы будете ее читать вы увидите вот эти советские лица советских людей незабываемое впечатление очень очень советую дух русской стойкости надежды жизнелюбия какой-то неимоверной силы и мощи чувствуется через строки этого дневника конечно же эта книга практически не повлияла на восприятие американцами русских людей русский дневник был запрещен стендбека обвинили в сговоре с коммунистами и какое-то время там не издавался русский дневник но я думаю что нам сейчас стоит читать такие книги чтобы знать какие были наши бабушки и дедушки чтобы знать что было на нашей земле и чтобы чувствовать какой мы народ еще больше разных подборок разных рецензий на книги на зарубежные русские современные классику вы найдете на сайте омсгдеть рубрика влюбленные в книги субтитры описание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...